Праздновали день рождения, и после празднования такая забавная история получилась, немножко расскажем, опраздновали, было хорошо, весело, и нам с Натальей надо было съездить в центр города, и уже так начало темнеть, и мы сели на нашу машину, и выезжаем с Церпи, и я смотрю, как всегда, в зеркало заднего вида, потому что мне надо отъехать, нажать на дистанционку, закрыть за собой ворота большие, тяжелые железные ворота вы их видели, когда захотите, ну смотрю из ворот, брат Сергей выходит, из лиза брат Сергей, ну я думаю, да, брат высокий, подожду его, когда выйдет, и он вышел, я думаю, ну, наверное, все, ну, думаю, там, в принципе, калитка-то открыта, я думаю, ну, думаю, уже можно закрывать, потому что мы не езжаем, я нажимаю на пульт, и ворота начинают закрываться, и тут я в зеркало вижу, что одна сестра там из этих же ворот, вы бегаете, руками машет, и у нас есть, в гараже, позже вот такая домах, и сансей, и ворота-то уже все ниже, и ниже вот так, вот так, встречается с дварей, пола на долу, и пола на долу, смотрю, а за сестру еще кто-то уже вот так, вот так, вот так, вприняем, да, потому что някненько, и снизу вот такая вот долл, я думаю, сейчас эти ворота тяжелые, сейчас кому-то реально зажмут, я вслышь, шепоти снякку, ну и последний человек успел там вот так, Я думаю, ну зачем это? Калитка же открыта. Я останавливаю машину, выхожу. Говорю, ребята, вы что делаете? Калитка, вот она. А сестра Таня говорит, а я испугалась, я вижу ворота закрывать. Быстрее, надо успеть, надо успеть. Знаете, а потом нас посетили спрашивают, у вас что, тут церковь? А что у вас из церкви люди вылетают? По идее, залетать должны, да? Такая вот история. Знаете, вообще у нас церковь должна быть резиновая. Церковь не трябва да идут гумена. Вообще город Варна называют резиновый город. Вы знаете, что город Варна се наречи гумен? Город Варна летом растяглась до... Примерно до одного миллиона человек. Понятно, что за счет туристов. Это морская столица. А когда уже начинается сентябрь, октябрь месяц, туристы уезжают, и город вот так жжжит. И ГЛД изжимается. Примерно до 500 тысяч. До 400 тысяч. Вот у нас церковь такая... Церковь не треба да и такова. Надо 300, значит... Я сегодня вспомнил бородатый такой анекдот. И виднеш несколько се сетих за един виц. Такое неканоническое притчо. Неканоничное притчо. В детстве я слышал и правда. В детството си я чух. И потом чуть позже по телевидению даже сделали такой мультфильм. И малко по-късно даже видях анимационно, в автобус влезают люди. Че в автобуса си качват хора. И уже не могат влезти. И кричат водители, тут еще много народов. И викат на шофьора, има още много народ тук. И вон так берет рычага тук. И той взима рычага и дърпа я. И автобус разтягва се. И автобуса се разтягва търпа. И люди опять заходят, 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 заходят. Еще 50 человек. Еще есть люди, еще есть люди. Казват, още има хора, още има. И водителям я берет и так. И еще пъем пак. И автобус совсем огромный. И автобуса още по-огроме достава. И влезат всички. Все, влезли. Ну тогда поехали. Примерно так. Нещо таково трябва. Нас съпьем, должна работать. Сегодня тема моей пробовали. И темата на моята пробовали днес. Они победили его. Песа его победили. Давайте откроем это место. Это очень важная тема. Это намного важная тема. Это написано в книге Откровения. В 12 главе. Она есть глава. 7 стиха. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона. И дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли и не наслочь уже для них место на небе. И не свержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную и не свержен на землю, и ангел его не свержен с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. И ныне настало спасение и сила и царства Бога нашего и власть Христа его, потому что не свержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь небеса, обитающие на них, в горе, живущем на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается временем. Аминь. Аминь. Очень важное место из Писания. Важное место из Писания. Где нам дается, в принципе, такой, как, своего рода ответ. Клету не всегда. Подсказка. Подсказка. Как можно побеждать дьявола? Как можно побеждать дьявола? Вам это интересно? Интересно, Леви? Да. Дьявол, он как рыкащий лев написан. Дьявола, который рыкащий лоб. Он ищет, кого бы поглотить. И до сих пор до бухгални. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. То есть, ушел до украсть, до убить, до погубить. Он есть от начала человека-убийца. И то от самого начала человека-убийца. Кстати, Господь мне положил на сердце. В прошлом святении я не успел в картинке прочитать все записки. Но за неделю не успел прочитать все наши нужды. Но почему-то я взял оттуда одну записку и положил ее в карман. И сегодня я ее достал. И меня привез побуждение зачитать. И вместе с Вами помолиться. И это будет демонстрация силы крови Иисуса. Потому что Иисус и сегодня освобождает. Скажи Аминь. Вот брат приехал из Израиля. В Центр реабилитации ревьяно-рказахисты. Мы служили в нашем городе. Центр реабилитации. Это самый большой центр реабилитации в Казахстане. Сотни людей каждый месяц проходят. И получают освобождение от наркотической зависимости. После того, когда они обошли всех. Наркологические диспансеры. Лежали под системами. Под разными такими блокадами. Под различными блокадами. Которые якобы помогают избавиться человеку. Ничего не помогло. И потом попадает Центр реабилитации. Это наше свидетельство. Это то, что мы видели своими глазами. И эти ребята получают освобождение. От какой-то страшной героиновой зависимости. Героинщики, понимаете? Которые колят по одному грамму. Для кого-то это может быть смертельно. Они это делают по несколько раз в день. И Бог их реально освобождает. И некоторые из них даже становятся служителем. Пастури на церкви. Вот сегодня я прочитал. Залитую домяну. У домяна аллопеция и возможно облысение из-за бактерий. Чтобы облысение прекратилось и возобновился рост волос. Твоё пришло явление до спрея и расы в любые укуснявания. Ну, знаете, я как врач знаю, что аллопеции. Тотальные или локальные. Чаще всего возникают после сильного или несильного стресса. После ног усилен стресс. Просто вот волосы могут выпасть. После уса то может нападнее. Очагами. Со снегами и такими огулями зоней. Или все волосы могут выпасть. На теле могут попадать волосы. Но всегда это после сильно перенесенного шока. И у меня сегодня, знаете, просто призыв церкви. Давайте мы сегодня помолимся за это. Ну пусть это будет не только для домяна. Пусть это будет также и для кого-то, кто смотрит нашу передачу. И потом засвидетельствует. Что Бог исцелил меня. И мои волосы выросли. Потому что Бог всемогущ. И Он умеет стирать. Вот эти страшные какие-то воспоминания. О перенесенном шоке. Его совершенную любовь. Что она делает? Она изгоняет всякий страх. Скажи всякий страх. Из наших сердца. Бог освобождает. Бог, Он больше того, кто в этом мире. Больше вот этих шоковых ситуаций. Детя, дьявол пытается просто стереть кого-то слеза земли. Но Бог, Он есть восстановитель. Аминь. Давайте мы коротко помолимся. Господь, мы вступаем же за этих людей. Господи, не исти за ступами за тези хора. У которых случилась алопеция. Не важно после чего. Не важно след какого. После стресса. После шока. После какого-то страха. След страх. Или следствие бактерий. Каких-то грибков. Мы просто запрещаем этим недугом. Каким-либо образом проявляться на этих телах. И провозглашаем полное исцеление. И полное восстановление. Именем Господа нашего. Иисуса Христа. Иисус Христос. И у пророка Исаия 53-й момент. И у пророка Исаия 53-й момент. Написано. Ранами Его. Через раннюю тьму. Мы исцелились. Мы исцелились. Он забрал наши немощи и болезни. То и взял наши болезни. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Слава на наше Господу. Если ты, дорогой наш друг. Через несколько дней получишь полное исцеление. И восстановление. И увидишь, что у тебя на голове появился пушок. Я был свидетелем таких исцелений и восстановлений. Прослав Господу Богу. Приди в церковь и расскажи. Что сделал с тобой Господь. Потому что Иисус не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же Бог. Он и сегодня исцеляет. Как и 2000 лет назад. Будь благословен. Во имя Иисуса Христос. Аллилуйя. И народу Богу это сказал. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Я думаю, мы будем еще больше прославлять, когда мы услышим такие свидетельства. Правда? Боже слава. За Божие это слава. И я прочитал сегодня из книги Откровения. И нам дается два ответа. Как побеждать дьявола. Как да победил дьявола. И написано. И пише. Они победили его. Те са го победили. Кого его? Кого не его? Сатану. Сатана. Кровью агнца. Через кръвта на агнца. И словом свидетельства своего. Через словото на своето свидетельство. Вы знаете. Вот прошлое воскресенье я проповедовал. И виновата неделя проповедовал. О том, как выносить из ничтожного. Драгоценного. Я приведу пример апостола Павла. И в принципе это история многих из нас. Которые пришли и познали Господи Иисус. В самых ничтожных ситуациях. Которых мы находили. Мы призвали имя Господне. И пришел драгоценный Иисус. И мы спаслись. Кто-то получил спасение. Кто-то получил исцеление. Кто-то получил освобождение. Я приводил пример апостола Павла. Бывшего Савла. Бывшего Савла. Парисеи из Парисеев. Парисеи от Парисеи. Евреи от Евреи. Но казалось бы у него в жизни все было прекрасно. И в животном усечку было наряд. До какого-то момента. Пока он не начал гнать церковь. Так что он получил письмо от первосвященников. И шел в Дамаск. И утишел в Дамаск. Чтобы хватать христиан. За дохвашь на христианин. И он пышел на бед. В других местах написано, что он просто настолько был мотивирован. В других местах пишет, что был толком мотивирован. Что он готов был христиан убивать. Че был готов до убивых христианин. Не только сажать в тюрьмы. А просто чтобы был вынесен вердикт. И чтобы многие из этих христиан были казнены. С таким настроем шел в Дамаск. И что с ним случилось? По дороге в Дамаск. Упытия. Он встречает. В своей жизни, может быть, он слышал об Иисусе. Может быть, даже видел Иисуса. Но при жизни своей, когда Иисус был на земле. Лично Иисуса он не знал. Он не был его учеником. Он не был его последователем. Более того, он ненавидел Иисуса. И ненавидел всех его учеников. И он по дороге в Дамаск. Он встречает самого Господа Иисуса. И это после того, как Иисус уже умер и воскрес. И был вознесен на Немеса. Вы знаете, это было такое явление славы. Что Савву ослеп. Он просто ослеп. Книги Деяния он пишет. От такой славы он просто перестал видеть. И вы знаете, на самом деле я сейчас рассказываю. Уже начал рассказывать. Личное свидетельство. Личное свидетельство. Апостола Павла. На апостолу Павел. Скажи аминь. Потому что это так. И вы знаете, по книге Деяния. Девятая глава. Книга Деяния. Девятая глава. Двадцать вторая глава. Мы можем прочитать. Можем да прочитаем. Чуть позже мы прочитаем. Какое покрасно. Свидетельство Павла. Свидетельство на Павла. О том, что с ним случилось. Вы знаете, апостол Павел в своей жизни пережил эту победу. Апостол Павел в своей жизни пережил эту победу. Какую победу. Какая победа. Он в своей личной схватке с дьяволом он победил. Научился побеждать дьявола. Научился и этого побеждала. В каким образом. В каком значении. Он научился побеждать дьявола словом свидетельства своего. Через словно на свой свидетельство. И я хочу прочесть сегодня вместе с вами. Исканзайну с вас за прочитаем. Первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. Апостол Павел проповедует. Апостол Павел проповедует. И пишет в Коринфянской церкви письмо. Это его первое послание. Твое первое послание. С третьего стиха. Третий стих. И Моя первоначально преподал вам что и сам принял то есть. Что Христос умер за грехи наши по Писанию. И что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию. И что явился Акифий. Потом двенадцатый. Потом явился более нежели пятьдесят братьев в одно время. Из которых большая часть даны не в живых. А некоторые и почили. Потом явился Иакову также всем апостолам. А после всех явился и мне как кому? Как некоему извергу. Знаете кто такой изверг? Я думаю что это очень страшный человек. Человек с какими-то извращенными какими-то мыслями. Человек с някакви изратели мисли. Желающий убивать. Което иска да убива. Маниакален такой человек. Который не только желает. Но и делает это. И вот Иисус Христос является будущему апостолу. Иисус Христос являв на убедящий апостол. Какому-то извергу. Като на някакъв изверг. Можете себе представить это свидетельство на апостола Павла? Можете ли да си представите това свидетельство на апостол Пара? Чуть-чуть ниже он пишет. Ибо я наименьший из апостолов. И не достойно назывался апостолом. Потому что гнал церковь Божия. Свидетельство апостола Павла. Он был в такой ничтожной ситуации. Настолько его сердце было уничтожено. И сердце моё было толково уничтожено. Я думаю, что сам дьявол не раз приходил к Павлу. И пытался его окривитать. В его же глазах. Ты куда едешь? Какой ты апостол вообще? Ты гнал церковь. Ты уже стоял когда Стефана убивали. Ты стоял и одобрял его убиение. Я тоже об этом проповедовал в прошлый раз. И конечно это было очень страшно. И вы знаете, вот свидетельство Павла. И свидетельство Павла. Оно говорит. О том, что любой человек может быть оправдан. Если познает и поверит. В значение крови Христовой. Какого значат кровь то не? Вы знаете, для еврея. И за евреите. Особенно из фарисейских кругов тогда. Най-вече от фарисейските кругове. Наученных и наставленных. Които са били научени. Жертвоприношению. На жертвоприношението. На храмовите приношения. О том, что без крови не бывает прощения. Что нужна жертва. И без жертвы не бывает прощения. Что нужен чистый и непорочный агнис. И только такую жертву примет Бог. И вы знаете, и потом все это совершается во Христе Иисусе. И кем Иисус Христос назван по книге откровения. Он назван агнисом. Это Божий непорочный агнис. Кровь, которая пролилась на голгостском кресте. За что она пролилась? За твой мой грех. За грехи всего человечества. И каждый человек, благодаря пролючию этой крови. Он сегодня прощен. Поэтому в первом послании от Иоанна, в первой главе. В 10 стихе на 10 стихе. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что ни прости. И о мой грехе наши, драгоценной кровью. Иисус Христос. И вижте каква победа. К тебе сегодня приходит Сатана. Но ты такое сделал, что Бог тебе никогда не прости. То есть на тебя льется определенная кровь. В писании говори что день и ночь, день и ночь, дел и ночь, вот эта кровь льется, 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 льется. Пред Богом. Пред людьми. Пред тобой на тебя. И, конечно, многие люди это вынести не могут, если не знают значение и силу крови Агнето. Апостол Павел когда-то это пережил. Он был в Дамаске, был ослеплен, какое-то время находился в состоянии ослепления, полной слепоты. И Бог находит раба своего Анания, и говорит, ты пойдешь в такой-то дом, и там встретишь и увидишь Савва, который сейчас слеп. Подойдешь к нему, возложишь на него руки, помолишься, и это Савва прозрит. Это тоже описано в книге Деяния 9 глава. И она не говорит. Я слышал, что этот человек много зла делает. И что он гонит церковь. И идет тогда в Дамаск. Знаете, как это у христиан бывает? Как думаете? Иногда мы так шутим. У нас вести распространяется намного быстрее, чем у КГБ. Через вожата при нас распространяло КОБЛЬЗОЛ КОБУТУ. К КГБ они еще там спят. А мы уже все знаем. И здесь весть настолько распространилась, Савва только взял повышительное письмо. Только тронулся. А христиане уже знают. По христианите вече всичко знаете. Это страшный человек. Господь куда тебя не послали? Все. Она не иди смело. Я иду перед тобой. Она не приходит в тот дом. Подходит к этому человеку. Господь не сказал. Господь мне и сказал. Будешь исцелен. Прозри. И вы знаете. Писание говорит о том, что у будущего апостола буквально как чешуя глаза падает. И Писание то казва, что будешь апостол на правом упадок като люх спит. Учител. Как вы думаете это мощное свидетельство? Мощно свидетельство ли? Когда ты был слепой. У вас все сляп. И вот так несколько дней ходил с поводырями. Просто неси можно до бормежстан. И подумал уже ну все. Если поместил твоя. Я слепой. Сляпся. Это страшно. Твое страшно. И в этот же момент кто-то приходит. И говорит. Мне Господь сказал. Господь мне сказал. Тебя зовут Саввул. Что я возложу. И все это происходит. У вас случилось? Вот кто может это так делать? Кое может поправить? Вот просто воскресенье ко мне подошла. Миналта неделя при мне дойде. Одна девушка. Ее сегодня нету. Днес ей няма. И она подходит и говорит. Тя дойде и каза. Я сегодня первый раз пришла в церковь. А за пръв път дойдох в церковь. Вы призывали прощение. И вы искахте да простим. В конце служения вы сказали. В края на службата казахте. Если у вас есть хотя бы один человек. Ако имате поне един человек. Которого вы не можете простить. Простите его. Простите его. И вы знаете. Я одного человека не могла простить. Долгие годы. И в этот момент. Я вдруг простил. И мне стало так хорошо. Вы знаете. Я увидел. Что у меня на моих глазах. Человек родился свыше. Он простил. Вы знаете. Благодаря ли это моей проповеди. Я не думаю. Человек несколько лет не мог простить. И вдруг он прощает. Благодаря чему. Благодаря чему. Я верю в то. Благодаря. Только. Благодати Божией. Благодати Божией. Как апостол Павел чуть ниже пишет. Впрочем. Не я потрудился. Но благодать. Которая во мне. Аминь. 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 Дух Святой. Он произвел это действие. Человек получил рождение свыше. Человек получава рождение свыше. То же самое произошло и с Савел. Конечно. Как может не поверить человеку. Когда с тобой происходят такие чудеса. Иисус Господь. Само Иисус. И с этого же момента Он идёт туда, куда говорит Ему Господь. До този момент Той тръгал. Там видят Ему Господь. Там три года. Оно чуть-чуть похоже. Это просто почитание. Давайте ему закончим. Это место. Как приключил слово мясо. Мы продолжаем. Десятый стих. Ибо я наименьший из апостолов. И недостойно назывался апостолом. Потому что огнала Церковь Божия. Но благодатью Божией есть им то, что есть им. И благодать во мне не была черной. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божия, которая со мною. И так. Я ли? Они ли? Мы так проповедуем. И вы так уверовали. Вы смотрите. Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. Вот мы вот так проповедуем. В простоте. Мы просто рассказываем свои истории. Просто рассказываем истории. Как я пришел к Богу. Как я убил в Него. Как я убил в Него. Что садил со мной Господь. Вы знаете. По Библии это называется свидетельство. Аминь, аминь. Что такое вообще суть свидетельства. Какая сущность на свидетельство. Это рассказать всем людям. Расскажешь на всех хора. Которые тебя окружают. И лучше всего делать это каждый день. А то. Что сделал лично для тебя. Что сделал лично для тебя. Лично для тебя. Господь. И Ишуа Маше. Аминь или нет? Аминь. Это самое сильное свидетельство. И это сильнее всего работает. Я это могу сказать как миссионер. Как вас так сказать. С 26-летним стажем. С 26-летним стажем. На своем опыте я видел много, много, много служителей. Которые несли свое служение. Через то. Что просто рассказывали своя лична история. Как я поверил в Иисус Христос. Или мы кого-то иногда откровенно спрашиваем. Или някакой път откровенно питаме. Расскажи. Как ты поверил в Иисус Христос. Человек начинает рассказывать. И знаете в этот момент в его жизни происходит победа. Аминь. Он начинает просто вот. Дьявол не может этого слышать. Какой Иисус? Или стань. Ничего этого не было. Просто это была какая-то случайность. Просто совпадение. Но если ты веришь в это. Если ты пережил личную встречу с Иисусом. Пережил то, что Он сделал лично с Иисусом. То вот дьявола нет никаких шансов. Аминь. Никаких шансов. Вот здесь Иисус просто очень хорошо показывает нам. Иисус много добрей не показывал. Как нам поборать. Как нам побеждать. Как нам побеждать. Как нам побеждать. Павел учился побеждать кровью Аминца. Павел все учил до побеждала через картона Аминца. Здесь я хочу открыть еще одно место. Оно написано в послании к евреям. Послание к евреям. И это очень важные стихи. Давайте мы проникнемся. Потому что у нас сегодня также Евхаристия. Причастие. И эти же стихи мы будем приводить и на причастие. Послание к евреям 10 глава 7 стиха. Тогда я сказал. Вот иду, как в начале книги написано о мне. Это слова Иисуса Христа. Исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизболил. Потом прибавил. Вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По всей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Тело, да? Это и есть хлеб Господень. И всякий священник ежедневно стоит в служении многократно приносит одни и те жертвы, которые никогда не могут стрельбить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесну у Бога. Ожидая затем доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Осет святительствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещает им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Скажи Аллилуйя. Бог не вспоминет больше мои грехи или мои беззакония. Перебросит через свой хребет и не вспоминет больше никогда. Ну, если мы, конечно же, исповедуем грехи наши. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Кровь и плоть, кровь и плоть, повторяется. Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полным ее украплением очистив сердца от порочной совести, и обыв тело водой чистой. Будем держаться исповеданию упования неуклона, ибо верим обещавшим. Я еще немножко прочитаю, потому что это очень важно. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем обещавать друг другу и тем более, чем более усматривать их приближение дня Оонова. Представляете, вот это написано 2000 лет назад. Насколько мы должны гореть вот этим, чем более усматривать их приближение дня Оонова. Какого дня? Какого дня мы ждем? Мы ждем второго путешествия. И что на шеях? Ибо если мы, получив познание истины произвольно грешим, другой перевод говорит грех произвола, то есть человек просто живет в произвольном грехе и просто грех его жизни стал систематическим. И для Бога это страшно. То есть этот человек идет в погибель. То не остается более жертва за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисея при двух крытых свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь, посмотрите насколько это серьезно, то сколь тих чаще, вы думаете, наказание повинет будет тот, кто покорает Сына Божия и не почитает за святыню кровь за веку. Что для тебя кровь Иисуса? Какого за Тепя Христа на Иисусе? Писание говорит, это очень важно почитать. Могу важно да и почитать. За святым. За святым. Аллилуйя. Кровь Иисуса Христа. Кровь Агнеца. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Мы призваны к этому просто относиться с благоговением. Но с таким трепетом. К трапезе Господне. Приходите, воспоминая о том, что Он сделал для нас. Аллилуйя. Насколько сильна вот эта жертва. Колко и силна тази жертва. Роли Тая драгоценная кровь и Иисуса Христа. Иисус Христос. Чуть позже написано в 31 стихе. Страшно впасть в руки Бога Живого. Ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умелится. Вы знаете, вот я так коротко скажу. Звучит предупреждение. Я думаю, что если апостол об этом говорит, пишет об этом. Повторяет многократно. Я думаю, что это очень важно. Может быть, нет ничего важнее вот той темы. Насколько сильна драгоценная кровь и Иисус Христос. Ничего в этой вселенной не существует, что может омыть твой грех. Или что-то есть. Или есть еще какой-то способ оправдаться пред Богом. Мы все оправдаем пред Господа. Кто-то, может быть, скажет. Не существует. Не существует. Не существует. И это Божье решение. Бог так поставил. Бог так решил. Бог так захотел. И мы никак это не сможем обойти. Никак. Никак. Скажи аминь. Это важная тема. Это очень важная тема. Я хотел сказать только сегодня про два слова. И я искал да кажа не за слово. Это апостол Павел пишет. Което го пишет апостол Павел. По-моему, в первом послании к Коринфянам. Он там пишет, что если кто, даже если ангел Господин, проповедует вам то, что мы вам не проповедовали, да будет какое слово? Анафема. Анафема. И потом стоит другое слово. Маранафа. Маранафа. Мы знаем значение этих слов? Знаете значение этих слов? Знаете, если первое слово. Я хочу сегодня задать такой немножко провокационный вопрос. Как вы думаете, какое слово сильнее, в какой-то степени для кого-то страшнее? Или по-страшному? Которое являет просто вот это то, что апостол пишет. Страшнее впасть в руки Бога живого. Анафема или Маранафа? Анафема или Маранафа? Маранафа. Маранафа. И знаете, я сегодня вам отвечу. Значение первого слова, анафема, да будет отлучен. Придан проклятием. Выброшен во тьму внешне. Отлучен от тела Господня. Это значение слова анафема. Это даже не греческое слово. Приводит даже, что это не еврейское слово. А взятое с сирийского языка. Второе слово Маранафа. Что это слово значит? Оно значит, что Господь скоро придет. И чем оно страшно? Вы знаете, я сегодня отвечу на этот вопрос. Просто вот так, немножко для размышления. Вы знаете, анафема это конечно страшно. Анафема и страшно меньше. Я бы, например, не хотел бы подвергнуться как-то-либо. Но вот такому церковному наказанию. Но вы знаете, Маранафа намного страшнее. Для определенных людей, которые вообще не боятся Бога. Но вообще не боятся Бога. Буду делать, что я хочу. Хочу сделать это. И это сделаю. И никто мне не указывал. И вы знаете, чем страшно слово Маранафа? Вы знаете, если первый раз Иисус Христос пришел, для чего? Он пришел, чтобы спасти. За да спаси. Его имя переводится, Иисус переводится как спаситель. Человеческий. Он пришел, чтобы спасать. И Он это делал. И Он оставил такое мощное учение, которое сегодня спасает. Но вы знаете, что слова Иисус Христа. Но вы знаете, что слова Иисус Христа. Когда я приду второй раз, я приду для того, чтобы судить всю Вселенную. Я не приду, чтобы спасать. Те, кто успели войти, войдут. А те, кто не успели, двери закроются. И спасение, и шансы, и возможности войти, больше не будет. Так какое слово страшнее? Пока ты живешь на этой земле, у тебя есть шанс, возможность стать ближе, еще ближе к Богу через жертву или через заповеди или через совершенный закон, который принес Иисус. Но когда придет Иисус, если ты не спасен, то шанс в пути больше не будет. И вот это очень страшно. Знаете, это намного страшнее, чем Анафина. Временное какое-то наказание. Потому что Маранафа для кого-то это наказание вечно. Смерть вторая. Поразмышляйте об этом, пожалуйста. Исследуйте эти места. Потому что это касается твоего личного спасения. Поэтому в наше время мы призваны к тому, что намного больше ревностны, ясны проповедуют любовь Иисус Христос. Его спасение. Что сегодня время благодарна. Сегодня день спасения. Сегодня у нас есть шанс. Аминь или не аминь? Аминь. Сегодня. Завтра этого шанса может быть. Это притча. Али на десяти девок, да? Пять вошли, а пять опоздали. Потому что не бодрствовали. Пренебрегли. Я уже иду к концу. Сопренебрегли. Да. Слава Богу. Все успеваем. Давайте мы откроем вот это личное свидетельство апостола Павла, которое написано очень хорошо. В книге Деяния. В книге Деяния. В книге Деяния. 22 глава. 2 глава. С первого стиха. Вот первый стих. И здесь, в принципе, апостол Павел произносит свою оправдательную речь. И только апостол Павел все оправдал. Он так и пишет. И так и пишет. И говорит. И наказывает. Мужи, братья и отцы. Вы слушайте теперь мое оправдание перед вами. Перед этим, можно так сказать, Павел нарушил чей-то бизнес. Можно сказать, что Павел нарушил нечий бизнес. Кто-то из серебра делал статуэтки. Помните? Някое серебро я правил статуэтки. Древних богов. Старые боги. Афродиты. Афродиты. Каких богов еще? Какие другие боги? Ну, думаю, что там. Зевс. Зевс, да. Может быть, Зевс. Забыл. Диана, да. Ну, там было названо несколько богов, которые делали статуэтки. И там были наличные никакого бога. Эти мастера, они ненавидели Павла, потому что люди после его пробудия перестали покупать эти статуэтки. Которые, в принципе, были идолы. И они схватили Павла. И захотели предать его. И запустили его самому самому суду. А апостол Павел, увидев, что в их среде находятся евреи, он попросил разрушения сказать слово. Наявите. И начал такую речь. И вы знаете, что Павел произнес? Если бы он захотел оправдаться, он был хорошо подкован юридическим человеком. Человек с высшим образованием. Имеющий римское гражданство. Я считаю, что он бы легко ображдал. Но апостол Павел начинает произносить свое личное свидетельство. Для чего? Для того, чтобы на этом месте была явлена слава Иисуса Христу. Давайте мы просто это прочтем. Оправдание. Управдание. Услышав, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утиплены. И он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарске, в Кирикийском, воспитанном всем городе, при ногах Гамалиила. Это очень весомо. Учиться при ногах Гамалиила. Я как-то говорил в проповеде о том, что вы знаете, одно из требований поступить, и учиться при ногах Гамалиила, вы знаете, сегодня ко стыду христианам скажу так, в арабском мире есть такие мальчики, которые к 11-12 годам знают Коран на арабском языке, наизусть. И это является для них пропускным таким вот способом поступить в медресе. в медресе. Это институция, где обучают имама. Для того, чтобы поступить в школу Гамалиила, мальчик еврей до 12-ти лет обязан был выучить, наяврить Тору, наизусть. И вы знаете, почему апостол Павел настолько хорошо толкует Ветхий Завет? Потому что он его знал наизусть. Многие места он просто отцитировал. Многие места просто отцитировал. Просто ему не надо было вот куда-то. Хотя потом уже к более такому зрелому возрасту он просит Тимофея привезти эти книги, которые старые. И вот здесь, смотрите, конечно, евреи уже вот так, уже смотрят по нему, уже... Человек интересный. Учился у Гамалиила. Тщательно наставленный в отеческом законе. Ревнитель по Боге, как и все войны, и даже до смерти гнал последователей всего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин, как и свидетельство там не первосвященники, все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамасске, я шел, чтобы тамошник привезти в оковах в Иерусалиме на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамасску, было полудня, вдруг осиял у меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос. Говоришь мне, «Савв, Савв, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говоришь, он мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал, и так далее, и так далее. Что это? Это личное свидетельство апостола Павла. Как он встретился с Иисусом, как он его исцелил, как он его освободил и сделал Божьим служителем. Аминь или не аминь? Это было личное свидетельство. Вы знаете, люди выслушали это, не хватает, вы слышали? Тут он также рассказывает, что пролилась кровь Стефана, свидетельство твоего, это 20 стих. А я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Потому что он просто боялся идти обратно в Иерусалим, зная, что его там просто, те же самые фарисеи, которые его возгненавидели, это был предатель. Они хотели его, они просто, ну, помните эти места, да, где они согласились, 40 дней не есть, и закляли, закляли просто, что убить вот этого Савла, да, потому что они его просто люто возгненавидели. Бог ему говорит, «Хорошо, я тебя прошу далеко к язычникам». И сделай его язычниками, апостолом над язычниками. Аминь. До этого слова слушали его, из 22 стиха, а за 7 подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Вот такая вот история. То есть примерно та же история, что и со Степаном произошла, о том, что, когда Степан начал говорить, они с крыжеча зубами просто ринулись на него, чтобы его стереть земли. Какие прекрасны истории, правда? Какие прекрасни истории? И я вам сегодня о чем? И за какво поговорю днес? Я сегодня вас предложу и к еще одному практическому семинару. Сегодня у нас так же. Я стараюсь, чтобы мои проповеди заканчали с практика. Моите проповеди да се включват с практика. Давайте мы сегодня спросим у себя. И нека се питаме днес. И попробуем это к себе применить. И се опитваме да го използваме в нашия живот. Свидетельствую ли я сегодня или свидетельствую ли я сегодня людям, которые меня знают людям, которых я знаю о том, что сделал со мной Иисус. Что сделал для меня Иисус. Может быть, Он меня спас. Расскажи об этом. Может быть, Он тебя исцелил. Расскажи об этом. Вы знаете, как работают эти свидетельства? Когда я понимаю, что передо мной стоит человек, который нуждается в исцелении, я с чего начинаю? Я начинаю со своей личной истории. Как Бог когда-то меня исцелил. Когда я вижу, что передо мной стоит человек зависимый, от наркотиков или алкоголя, что лучше всего работает? Я рассказываю, как Бог меня освободил. От алкоголя и наркотиков. Потому что в моей жизни была и алкогольная, и наркотиков, и Бог меня освободил. И это работает лучше всего. И если я вижу, что передо мной стоит человек, который ко мне часто приходит с так называемыми фобиями, панические атаки. Доктор меня мучает панические атаки. Что мне делать? Я рассказываю личную историю, как Бог меня освободил от страха. Как Господь меня освобождал от страха. Страх перед смертью. Страх перед смертью. Вы знаете, я даже не могу сегодня вспомнить, чего я вообще боюсь. Я даже не могу всегда вспомнить, как Бог со страхом. Могу точно сказать, что Бога я боюсь. Больше мне бояться-то нечего. Ничего другого нет смысла да им взяли. Ну да, когда недавно нашу машину ударили, я не успел успугаться. Возможно, с нами такого давно не было. Бог нас так хранит. Хранит от аварии. Пазение от катастрофии. Просто пьяный водитель, низкого водителя. Просто стукнул нашу машину. И она сейчас поедет на ремонт. А так, на самом деле, просто если ты живешь с Иисусом, то нечего тебе бояться. Если ты постоянно исповедаешь пред Ним свои грехи, то тебе нечего бояться. Если ты знаешь, что кровь Иисус Христа тебя облавляет, то тебе нечего бояться. Если ты знаешь, что Он в своем сердце, его совершенна любовь, она изгоняет всякий страх. Аминь или не аминь? Это аминь. Давайте мы сегодня помолимся вот этой молитвой. Что работает? Я заканчиваю. Работает свидетельство. Твое личное свидетельство. Того, что сделал для тебя Иисус. И что Он сделал для всего человечества. Какое направило за целое человечество. И второе, что работает. Второе, что работает, чтобы победить дьявола в своем личном столкновении. Работает в применении драгоценной крови Иисуса Христа. Скажи, я правда. Кроме Иисуса Христа. Это правда? Аминь. Я исцелен. Кроме Иисуса Христа. Потому что так написано. Ранами Его я исцелен. Я свободен. Благодаря крови Иисуса Христа. Потому что Он заплатил за меня цену. Ни серебром, ни золота. Но драгоценная кровь. И единородного Сына Божия. Я правду. Я исцелен. Я освобожден. Я освободен. Я освободен от проклятия. От страха пред смерти. От ада. Если постоянно омываюсь. Кроме Иисуса Христа. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Для меня было очень важно нанести до вас эти истины. Потому что иногда сталкиваешься, что христиане этого не знают. И поэтому терпят поражение. Потому что если ты это не применяешь. Потому что если ты это не применяешь. То дьявол может тебе легко обмануть. Дьявол может много лесно на тебя изложить. Может пройти болезнь. Может да дойде болезнь. Но если ты знаешь. Тогда ты входишь в победу Иисуса Христа. Тогда ты победитель. И тогда ты победитель. Вот мое сегодня свидетельство. О том что я рассказал вам сегодня. Что апостол Павел. Научился побеждать. Через свои свидетельства. И через драгоценную кровь. И сегодня ты. Так же можешь научиться побеждать. И пребывать в победе Иисус Христа. Только для этого. Это постоянно свидетельство. Желательно каждый день. Ну хотя бы возьми за правило. Хотя бы одного человека. Рассказать свою личную историю. Что сделал для меня Иисус. И хотя бы один раз в день. Применять кровь Иисус Христа. Помолиться за кого. За чьё-то исцеление. За чьё-то освобождение. За чьё-то спасение. За чьё-то спасение. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу. Я прийду. Ах. Дальше. Александр. Это уже не на камеру. Мы переходим к трапезе Господней. И сегодня...